МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Курганру в студии Алексей Старцев. Восстановление уникального храма в селе Карачельское Шумихинского района на контроле у депутата Государственной Думы. На днях Александр Литяков лично оценил ход работ по реконструкции храма трех святителей. Памятник архитектуры XVIII века федерального значения восстанавливают по инициативе депутата Госдумы. Александр Литяков обратился с просьбой о содействии к министру культуры Владимиру Мединскому. Были выделены федеральные средства – более 60 миллионов рублей. Сегодня подходит к концу строительство сводов здания. Открытие храма после реконструкции намечено на осень. Меня порадовал тот факт, что люди не остались безразличными, люди не остались безучастными к этому делу и проводили всеразличные субботники по очистке территории. Более того, проявили инициативу и уже колокола сами отлили. Ведь колокола по проекту не были предусмотрены. Снова люди собрались, вместе они увидели, что есть государственная поддержка, и они тоже стали участвовать. Также в рамках проекта «Культурное наследие за Урали» идет подготовка к празднованию в 2017 году 200-летия нашего великого земляника Антонина Капустина. Напомним, в регионе планируют восстановить церковь преображения Господня в селе Батурино Шадринского района, а также поставить монумент знаменитому земляку. С просьбой участия в его восстановлении разосланы письма Министерству культуры, президенту и меценатам. Уже достигнута договоренность с Министерством культуры РФ о присвоении зданию статуса храма федерального значения. Курганские дороги многие автолюбители воспринимают как идеальную школу по вождению в экстремальных условиях. Выбоины, колейность, необработанные швы, трещины, ямы и просадки. Неудивительно, что Курган 60-й в рейтинге качества дорог по списку Общероссийского народного фронта среди 82 субъектов страны. Курганцам не нужны инструкции по выживанию. Нужен качественный и, желательно, быстрый ремонт дорог. Много вопросов у горожан к участку проспект Машиностроителей, улица Дзержинского. В 20-х числах мая здесь срезали асфальтовое покрытие. Продолжение работ никто не видит. За ответами мы отправились в городское управление дорожного хозяйства. Это была сделана плановая работа, подрядчик у нас срезали для того, чтобы убрать колейность. На этой неделе, где-то к концу недели мы приступим к восстановлению асфальтового покрытия. После того, как уложим асфальто-бетонное покрытие, будут установлены все дорожные знаки, выполнена разметка. На сегодняшний день для того, чтобы был плавный заезд в перепадах, у нас сделаны там пандусы. На все работы из городской казны потратят порядка 9 миллионов рублей. Вопросы вызывает и аналогичная картина на перекрёстке улиц Кулимиготина 1 мая, что между Думом быта и Детским миром. Реконструкция данного участка 8,5 миллионов затянется до августа. На этом летние ремонтные работы не закончатся. Больше мы не вырезали пока данных участков. А существует много таких участков. Это колейность в районе КМЗ, где мы ставили знаки 20. Там мы будем делать после того, как на Некрасово закончим, пойдём делать дальше в районе КМЗ. После КМЗ переходим со стороны Рябкова, также машиностроителей, дойдём до улицы Маршава-Голикова. Надолго ли хватит? За качество отвечает подрядчик. Но часто недочёты выявляются спустя, особенно после зимы. В регионе есть добросовестные организации. Однако стоимость их работ соответствующая. Но и это не вопрос. Как ни странно, припоны со стороны федерального законодательства. Так называемые торги на выполнение госзаказов. Заключение договоров лишь с теми, кто заявляет о низкой стоимости своих услуг. По-другому никак. Иначе подключится УФАС, как минимум. Пока качество оставляет желать лучшего. Обойти закон никто не сможет. Даже местные поправки. Другая ситуация с федеральными трассами. Выделены невиданные до сели деньги. 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Заниматься будет проверенная организация. Управление федеральных автомобильных дорог Южный Урал. За качество отвечают. У нас имеется своя лаборатория федеральная. Это раз. Плюс нас, нашу организацию, Продор Южный Урал, проверяет 12 организаций плановых проверок. В том числе Ростехнология. Все это оценивается комиссионно. Проверяется. В случае некачественного выполнения работы. Штрафуется. Или вообще, если подрядчик себя введет в один, два, третий раз, он уже выбывает, идет на разрыв контракта. Мы подаем на него в суд, штрафуем. Ремонт федеральных трасс на особом контроле у губернатора. Работы идут с опережением плана. Все это не хватает в столице, пока обходятся штрафами за некачественно выполненные работы. Плюс гарантийные обязательства. Все недосчеты подрядчик восстанавливает за свои средства. По результатам прошлого года это предстоит сделать на 25 пешеходных зонах. За некачественные работы выписаны штрафы около 3 миллионов. Всего на ремонт и содержание курганских дорог выделено 469 миллионов рублей. Деньги областного и городского бюджета. Однако это средство на весь 2016 год. А следовательно, сюда входит содержание дорог и вывоз снега в зимнее время. Алексей Старцев, Андрей Глазырин, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. В Малом зале администрации областного центра 17 июня в 11 часов пройдет семинар по программе «Жилье для российской семьи». Она позволяет приобрести новую квартиру по договору долевого участия в строительстве по льготному и потечному кредитованию. На семинаре каждый желающий сможет узнать об условиях участия, ознакомиться с объектами строительства и задать все интересующие вопросы представителям строительных компаний Курганской и потечной жилищной корпорации и Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Проблема аварийного жилья одна из злободневных и животрепещущих. В Курганской области она также существует и никто не спорит с тем, что ее необходимо решать. Выход единственный – строить новое жилье. Задача поставлена перед регионами лично Владимиром Путиным. Как выполняются майские указы президента в Зауралье, расскажем более детально. Власти Заурали обещают, к концу этого года в новое благоустроенное жилье переедут 216 семей, все в микрорайоне Рябково, в рамках переселения граждан из аварийного жилья. С этой целью здесь будут введены в эксплуатацию четыре малоэтажных дома. В них областными властями закуплено необходимое количество квартир. Во всех чистовая отделка уже завершена. В настоящий момент здесь ведется благоустройство при домовой территории. С вводом в эксплуатацию этих объектов будет успешно завершен этап, предусмотренный на 2015-2016 годы. Вообще предстоит нам в рамках программы расселить 83 тысячи квадратных метров жилья, а построить порядка 110 тысяч квадратных метров жилья. Финансируется программа из трех источников. Это у нас федеральный фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, областной бюджет и местные бюджеты. Запущена она была в 2013 году. Отметим, что под нее попали лишь дома, признанные аварийными, до 1 января 2012 года. Необходимо было расселить более 6 тысяч человек. Успешно переселили более 3 тысяч. В их числе и Нина Васильевна Рогожникова. Счастье ждала с 1985 года. Слава Богу, что программа снова заработала, говорит пенсионерка. В нашем доме я жила еще построен до революции. Ну, полуподвальный, на 4 семьи было. Ладно, хоть отопление было, вода была, но она не питьевая, просто так вот. Куда-нибудь держать сырость. После такого жилья, где я жила, так довольная, конечно. Строится по всем требованиям. На сегодня мы даже проекты проходят через госэкспертизу. Осуществляется строительный контроль, осуществляется строительный госконтроль. Дома мы принимаем с чистовой отделкой. Обязательно у нас требование, чтобы в каждой квартире была либо электрическая плита, либо газовая плита. Вся сантехника была расставлена. С недавнего времени от подрядчиков требуют и наличие балконов. А там, где нет центрального горячего водоснабжения, обязательны электронагревательные приборы. Если выявляются недочеты, жилье просто не принимается. Однако они могут проявиться во время усадки зданий. Есть случаи некачественной внутренней отделки. Закон обязывает все устранять. Гарантийное обслуживание с подрядчиками заключено до пяти лет. Кроме прочего, в регионе действует программа «Жилье для российской семьи». Ее успешная реализация поможет создать вокруг новостроек развитую инфраструктуру. Алексей Старцев, Александр Киселев, Александр Карпов. Информационное агентство «Курган.ру». В Заурале снизился уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза. Эти данные были озвучены на заседании штаба по борьбе со смертоносным заболеванием. Какими методами удалось добиться положительных результатов, узнаете далее. Студентка Курганского госуниверситета Елена Максимова знает не понаслышке, что здоровье каждого человека находится в его собственных руках. Заботясь о себе, девушка приняла участие в акции. Быстро и бесплатно сделала флюорографию в передвижном фургоне. Проверка не отняла много времени, всего пару минут. Но именно она считается одним из самых успешных мероприятий по борьбе с туберкулезом. Я считаю, что это очень хорошо, очень удобно. Никуда ходить не надо. Приехали, мы прошли обследование, не тратим время. То есть, оборудование хорошее, все это быстро. Статистика показала, любые методы борьбы с туберкулезом действенны. Так, в Заурале по сравнению с прошлым годом опасному заболеванию подверглись на 63 человека меньше. Снизился и показатель смертности на 4 человека. Эти цифры были озвучены на заседании штаба по борьбе с туберкулезом на территории области под руководством заместителя губернатора по социальной работе Александра Карпова. Специалисты выступили с докладами и доложили всю обстановку. Уровень профосмотров составил почти 29%. То есть, на территории Курганской области предпринимаются все меры по снижению заболеваемости, смертности от туберкулеза. Три района Заурария – Шадринский, Катайский и Сафакульевский – были замечены в отставании по уровню профосмотра населения. Специалисты Катайской районной больницы заверили в планах усилить работу передвижного флюорографа. Заместитель главы Шадринского района сообщил, что основной упор они делают на работу с лицами, уклоняющимися от медицинских осмотров, и семьями, находящимися в социально опасном положении. Ситуация в Сафакульевском районе взята на особый контроль. Уровень осмотров по всей области взрослого населения на туберкулез должен составить в этом году не менее 75%, а детского – не менее 95%. Юлия Пастухова, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган-РУ». В Кургане задержан мужчина, которого сотрудники полиции подозревают в расстрелении малолетних. Оперативники застали его прямо на месте преступления. Преступника удалось задержать благодаря бдительности маленького мальчика. Это произошло в одном из микрорайонов города. На детской площадке в тот злополучный день, 21 мая, кроме 9-летнего Володи, 8-летней Маши и 7-летней Ани, никого не было. Дети за ограждением увидели мужчину, который странным образом стал привлекать к себе внимание. Дочь сделала замечание, вам не стыдно, на что он ей предложил подержаться, а потом сказал, сейчас побежит молочко, иди пей. Испуганные девочки ринулись звать на помощь. Девочки забежали домой, дочь подруги и моя дочь, они, видимо, испугавшись, ничего нам не рассказали, а сын в это время, как позже выяснилось уже из разговора, и там дали, когда ребенка допрашивали в советском, вот, выяснилось, что сын подошел к полицейскому, который проживает по соседству. Благодаря предприимчивому мальчику сотрудники полиции задержали преступника, но дети получили психологическую травму. Скажите, дети как себя сейчас чувствуют? Ну, стараемся об этом не напоминать, и они сейчас посещают психолога. Дочь спит со светом, без света боится засыпать, и чтобы свет горел. В коридоре всегда горит свет. Боятся теперь вообще дяденек. Вот, если играют на площадке, то вот, чтобы были дети. Сейчас следственным отделом Курганской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина по ходатайству следствия задержан и заключен под стражу. По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательств по уголовному делу. Напомним, что в нашем регионе реализуется программа профилактика правонарушений в Курганской области на 2014-2018 годы, одной из задач которой является оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах. Подобный случай зарегистрирован 3 июня в Заозерном. Мужчина также задержан. Махаббат Секенова, Андрей Глазырин, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру Еще один ребенок в Заурале мечтает оказаться в любящей семье. Героем нашего сюжета в этот раз стал семиклассник Максим. Юный спортсмен и мастер на все руки. В эфире рубрика «Мама, я ищу тебя». 13-летний Максим – начинающий хоккеист. Входил в состав сборной района, участвовал в различных турнирах и побеждал. Сейчас гордится золотой медалью на отборочных соревнованиях. За свои заслуги мальчик должен был отправиться со своей сборной покорять Сочи. Но случай изменил все. Ребенок упал и травмировал руку. Теперь, спустя пару месяцев реабилитацию, с уверенностью говорит – хоккей – игра для настоящих мужчин. В хоккее шайбы метать можно. Да там, если вырезался, то не надо злиться на друг друга. Просто интересный. Там больше соревнований по хоккее, чем по футболу. Воспитатели и педагоги подростка отмечают – мальчик первый помощник во всех делах. Нужно посадить или полить цветы в палисаднике, за работу берется Максим. Знает, где что посажено, сколько требуется воды для растений. Нужно смастерить что-то из дерева, Максим снова впереди всех. Научился орудовать рубанком, пилой, молотком. Самостоятельно смастерил даже кормушку для птиц. Очень человек увлекающийся. Занимался декоративно-прикладным творчеством. Одно время занимался и в театральной студии, но став постарше увлекся хоккейом, компьютерными играми. Ребенок очень общительный, отзывчивый, добрый. Первый помощник – опора для своих воспитателей. Максим не по годам взрослый мальчик. Знает, что такое ответственность и даже мужской долг. Сам для себя решил, что нужно помогать людям во всем. Чтобы узнать больше информации о мальчике, можно позвонить по телефону в Кургане 25 53 34. Юлия Пастухова, Андрей Глазырин, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. Курганские школьники смогут сами создавать мультипликационные произведения. В театре «Кукол Гулливер» под руководством опытного наставника дети учатся рисовать, озвучивать и оживлять своих героев. А творческой лаборатории наш следующий сюжет. Лето – время, когда можно не только отдохнуть, а еще и научиться чему-то новому, как это сделали курганские школьники. Со 2 июня в театре «Кукол Гулливер» в творческой лаборатории дети учатся делать мультики своими руками. Чтобы понять, как герой должен двигаться, Ксения Яковлева сначала сама станцевала танец «Полька», а теперь оживляет своего персонажа. Мне тут очень нравится. Здесь всегда очень весело и никогда не бывает скучно. «Маленькая баба Яга» – так называется сказка, которую создают ребята. В творческой лаборатории работают 22 человека. Студия поделена на две группы – мультипликаторы и актеры. Первые непосредственно занимаются мультфильмом, рисованием, оживлением персонажей. Актеры занимаются их озвучкой. Все это под руководством опытного мультипликатора и педагога Махсуда Жаримбетова из Республики Казахстан. Идея уже есть. И сейчас дети пришли и изготовили сами фоны. Вырезают, создают аппликации из бумаги. Персонажи готовят. И сейчас, в настоящее время, основная часть необходимого атрибутики для мультфильма уже подготовлена. И сейчас дети работают над тем, что оживляют все, что они уже сделали. Премьера мультфильма состоится в Театре «Кукол» 23 июня. В горе снимать и надеяться, и на наш дом пролися! Светлана Епифанова, Махабад Секенова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». В селе Рычково Белозерского района по инициативе Центра занятости уже не первый год продолжается деятельность школьных трудовых отрядов. Уход за огородом, ремонт, хозяйственные работы по школе и прочее, казалось бы, не очень привлекательные по сравнению с традиционным для современного ребенка проведением каникул. Занятия все же находят отлик среди школьников. Получение первого опыта таких аспектов взрослой жизни, как труд, организация своего времени и пространства, ответственность за полученные результаты труда, является основной целью создания школьных трудовых отрядов. Немаловажным является воспитание навыков коррективной работы, взаимовыручки и понимание своей важности для общества через труд. Погода позволяет. У нас садили картошку, сейчас вот ухаживаем за огородом. В основном вот эту вот работу выполняют. Ну, когда на улице идет дождь или погода не позволяет выйти нам на участок, тогда мы занимаемся текущим ремонтом. В школе идет ремонт, дети моют парты, книги перебирают и раскладывают. Трудовые отряды Белозерского района включают в себя сельскохозяйственные педагогические отряды и отряды милосердия. В них работают дети в возрастном диапазоне 14-18 лет. Большая ориентация идет на детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и внутришкольном учете, что подразумевает профилактику и своеобразную профориентацию. Они получают первый свой трудовой документ, трудовую книжку. У них начинается трудовой стаж. Ну и немаловажно, что дети, чем заинтересованы дети, это, конечно, финансовая поддержка. Они получают честно заработанные деньги. Мы приготовляем школу для ремонта в огороде, когда хорошая погода. Полим, либо поливаем, садим. Мне очень нравится. Во-первых, мы работаем на благо школы и нам за это платят. Работает трудовой отряд в 2016 году по пять дней в неделю, четыре часа в день. Из районного бюджета были выделены средства и заработная плата школьникам выплачивается вовремя. Также идет поддержка из областного бюджета. Юрия Пастухова, Никита Аликанов, Александр Менщиков, Александр Карпов. Информационное агентство Кургандру. В Каргополе построили настоящий дворец детства. Районный поселок украсило новое здание, в котором расположился детский сад «Солнышко». Наша съемочная группа попала на открытие. В Каргополе 1 июня начал принимать детей новый детский сад «Солнышко». Но это здание совсем не похоже на привычное для каждого из нас. Оно скорее напоминает центр или даже комплекс. Местные прозвали его «Дворцом» из-за колонны башен. Елена Подьянова живет и работает здесь около 20 лет. Специалист крайне рада, что теперь очередей в детский сад в их поселке не будет. 240 ребятишек в скором времени будут посещать этот детский сад. На данный момент этот детский сад посещают 110 детей. Проходит период адаптации. То есть детки у нас маленькие, у нас 5 групп детей раннего возраста. Детский сад работает всего неделю. Детей пока принимают партиями. Условия здесь действительно сказочные. Новые игрушки, мебель, оборудование и оснащение. Довольны дети, счастливы родители. У меня дочь ходила тоже в детский сад. Сейчас перевели ее в новый детский сад. Тоже ходит с радостью. И мне нравится новый сад, что все новое. Кроме этого в Каргополье решилась еще одна проблема. Появились рабочие места. В штате нового детского сада сейчас 76 человек. Во всех цехах уже вовсю кипит работа. Очень замечательно. Все новое. Плиты замечательные. Работают. Момент там все готовится. Так что довольны. Всем довольны. Все хорошо. На строительство детского сада в рамках исполнения указа президента Российской Федерации по ликвидации очередности детей в дошкольные учреждения от 3 до 7 лет было выделено около 142 миллионов рублей. Постепенно районный поселок Каргополье расширяется и становится лучше. Теперь каждое утро сюда в солнышко с большим желанием спешат дети и родители. Махабад Секенова, Андрей Глазырин, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курганру. Более 17,5 тысяч зауральских семей смогут оценить преимущества новых цифровых АТС. В Курганской области началась модернизация сельской телефонной сети. Подробности расскажем в нашем сюжете. На днях в Курганской области был дан старт проекту модернизация сельских сетей, в рамках которого связистам за три года предстоит заменить на цифровые станции 428 аналоговых и квазиэлектронных АТС. В течение текущего года новое оборудование будет установлено в 150 селах области. Стоит отметить, что это рекордные объемы и сроки в истории Зауралья. Мы постараемся буквально специально отследить в этих населённых пунктах, как население почувствовало вложение этих денег, замену оборудования, инфраструктуры. Потому что это то, что человек увидит сразу своими глазами, почувствует непосредственно. Надежным партнером в процессе модернизации выступает ведущий интернет-провайдер страны Ростелеком. Компания инвестирует собственные средства в проект, тем самым повышая качество и доступность услуг. Переключение абонентов на современные станции – это тот шаг, который позволит в дальнейшем предоставлять сельчанам услуги связи такого же высокого качества, как и в городе. От смены этого оборудования мы имеем это хорошее качество междугородной и международной связи. То есть, как бы там сегодня клиент не говорил, что он пользуется собственной связью, но очень много сегодня пользуется проводной, потому что это дешевле, потому что это качественнее, это лучше. Следуя тенденциям к импортозамещению, Ростелеком использует в оборудовании электронных цифровых АТС преимущественно отечественную технику, которая отвечает всем стандартам современной телефонии и открывает широкие возможности для качественного сервиса. Алексей Старцев, Ульяна Чупала, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. Прокуратура Шадринского района выявила сайт из запрещенной информации о способах фиктивного банкротства. Зауральский спортсмен успешно выступает на соревнованиях УРФО. И сколько двойняшек родилось за пять месяцев этого года, эти и другие новости вы найдете на нашем сайте Курганру. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Торговый центр «Калинка», 5-й микрорайон, дом 33, 2-й этаж. Журнал «Телесень» представляет. Интерактивная игра «Сокровище старого замка». Ищи подробности на страницах «Телесень» и приходи 19 июня в 11 часов в парк развлечений «Маракана». Торговый центр «Рио». Больше журналов – больше шансов на победу. Часто читаешь новости в интернете? Неравнодушен к происходящему? Есть что сказать? Тогда ты именно тот, кто нам нужен. Принимай участие в конкурсе «Курганру». Алло! Мы ищем комменты и выиграй крутой приз. Подробности на сайте «Курганру». Разнести объявление на сайте «Курганру» в рубрике «Другое» и стань участником акции «Счастливое объявление». Каждый день одно объявление попадет в бегущую строку на канале СТС. Подробности и условия акции на сайте «Курган.ру». На точках приема лето. Реклама с солнцем согрета. Горячее предложение на 30% снижение. Только этим летом скидка на горячую рекламу 30%. Найди свою активную точку. Общественное движение «Весна» совместно с администрацией города «Кургана» представляет 13-й открытый городской турнир по дворовому футболу. До 20 июня успей подать заявку. Участвуй и побеждай. Это будет серьезная игра. Регистрация команд проводится по адресу Куйбышева, 36, офис 308. Партнер регистрации – компания «Люкс Монтаж». Впервые в нашем телемагазине. Уникальный матрас с ортопедическим эффектом серии «Веста-5». В состав матраса входит пружинный блок «Банель», обеспечивающий равномерное распределение нагрузки. Нетканный материал «Спандбонд», который придает дополнительную прочность конструкции. Термовойлок дарит мягкость и комфорт, сохраняя форму и эластичность пружинного блока. Долговечный искусственный латекс-пенополиуретан. Съемный чехол из гипоаллергенного «Жаккарда». Звоните и заказывайте прямо сейчас. Уникальный матрас серии «Веста-5». Размером 1,60 на 2 метра. Всего за 8,299 рублей с бесплатной доставкой по городу. При заказе второго матраса две подушки в подарок. Что самое приятное при продаже квартиры? Момент, когда вы получаете деньги. А при покупке? Когда вы получаете ключи и открываете дверь уже своего нового жилища. Получайте удовольствие от покупки, продажи и обмена недвижимости. А всю работу доверьте профессионалам. БК «Недвижимость» – единственная риэлторская компания в Кургане, услуги которой сертифицированы. БК «Недвижимость». Красина, 61. Телефон 411-511. Интернет-магазин «Столплит» представляет. Мебель по традиционно низким ценам. Стенка «Прада» за 8,990 рублей. «Столплит» – доступная мебель. С 11 по 17 июня с 10 до 19 часов в ДК «Железнодорожников» состоится продажа башкирского мёда «Пасеки Кучаевых». При покупке килограмма мёда второй в подарок. Пчелопродукты, деревенское растительное масло, дегустация. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Елизавета Доброва. С 11 по 17 июня в ДК «Железнодорожников» ярмарка мёда от «Пасеки Кучаевых». При покупке килограмма мёда второй вы получаете в подарок. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду инициатива в атмосфере Зауралья начнет переходить к антициклону с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, облака поредеют, а температурный режим будет соответствовать своей климатической норме. В Екатеринбурге плюс 20, плюс 22, Челябинске и Тюмени плюс 21, плюс 23, без осадков. В Кургане ночью небольшая облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха плюс 10, плюс 12. Днём в Кургане переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24. Атмосферное давление будет расти и составить 756 миллиметров ртутного столба. 15 июня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Иногда мы упускаем возможность вовремя поговорить с ними. И тогда они уходят. Но всегда. Тысячи детей и подростков ежегодно погибают по причинам, связанным с употреблением наркотиков. Так и не успев стать взрослыми. Поговорите с ребёнком откровенно. Предупредите об опасности заранее, пока беда не коснулась вас. Каждая беседа может стать решающей. Если вы не знаете, как начать разговор, обратитесь к профессионалам. Твой ребёнок никогда не попадёт сюда? Ты уверен? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...